добрый день друзья добрый вечер сегодня у нас четвертая онлайн трансляция которой я обзор четвертого онлайн курса который скоро я буду давать добрый день у нас уже два человека присоединилась давайте немножко подождем я веду трансляцию как в фейсбуке страничке транспарционального проекта так и пытаясь одновременно вести трансляцию через инстаграм потому что ко многим это достаточно удобно да вот я вижу же миля здесь привет так добрый вечер андрей шумарин присоединился замечательно и в инстаграме тоже замечательно много людей у нас уже тоже там подсоединяется первая трансляция которую я давал был из тени рифи была посвящена большой картине того что такое духовно ориентированная психологии психотерапии это подробно описано в нашей книге с профессором козловым транспарциональный проект без большой картины без большого понимания невозможно понять смысл таких направлений как социальный подход как персональная психология интегральный подход и мой первый онлайн курс он дает эту большую картину и представляет самые главные школы самые главные направления второй онлайн курс связан с практиками дыхания то что я называю серединным путем дыхания пьемосинтезом и в нем я рассматриваю на сущностном уровне все про все главные практики дыхания ну прежде всего конечно тлотропное дыхание ребёфинг вайвейшин дыхание огня кундалини йоги суфийский зикр самый известный самый популярный виды дыхания созданное дыхание древнем буддизме и занимаясь дыханиями уже около дыхательными практиками около 30 лет я обнаружил их сущностное единство и возможность работать в одном ключе со всеми дыхательными практиками и методами в зависимости от ситуации кроме того в последние несколько лет я интенсивно развиваю систему эволюционной навигации и рассматриваю все практики развития прежде всего как эволюционные практики в том числе и практика дыхания как одну из самых мощных эволюционных практик именно в этом ключе я работаю теперь и с голотропным дыханием и со всеми другими практиками дыхания это посвящен второй онлайн-курс третий онлайн-курс связан с другими моими открытиями в области психотерапии заботе о душе и в нем я хочу передать вам свои открытия о древних практиках заботы о душе который позволяет практически каждому человеку не имеющему специального терапевтического образования врачебное образование психотерапевтического образования быть психотерапевтом для самого себя я обнаружил что древние практики заботы о душе применяемые современным образом в наше время в наши ситуации дают эффект не меньше а может быть и больше чем самые крутые современные практики психотерапии но и гораздо легче осваивать и там нет профессиональных рамок и перегородок нынешний онлайн-курс эта трансляция посвящена другой программе которую я называю система эволюционной навигации это открытие связано с поиском навигационных карты навигационных систем используя которые могли бы развиваться наиболее интенсивно как сами так и развивать наши проекты наш бизнес нашу семью наше сообщество и необходимость создания систем эволюционной навигации было связано с тем что древние карты и практики развития которые я тоже пробовал много-много-много лет оказались не полны для современного мир для современной ситуации мир изменился и для него требуется для того чтобы развитие было эффективным новые расширенные карты и новые расширенные навигационные системы наконец пятый онлайн курс это избранные 25 наиболее успешных эволюционных треках как я называю выбранных человечеством это не мои изобретения мои придумки я просто хорошо понимаю теперь как все это работает и как мы можем применять эти эволюционные треки в нашей жизни то что нам нравится наиболее эффективно об этом речь пойдет в следующий раз когда я буду давать обзор пятого онлайн курса у нас достаточно много людей же как в инстаграме так и в фейсбуке и я наверное перейду сейчас тогда к обзору системы эволюционной навигации придет всем кто к нам присоединился наталья еще одна наталья татьяна андрей и в инстаграме мне приходится вот телефон стоит у меня на боку и поэтому я не могу читать я извиняюсь заранее перед теми кто смотрит эту онлайн трансляцию через инстаграм что я не смогу реагировать на те вопросы которые вы задаете в инстаграме телефон у меня не в руках он стоит на подставочке достаточно далеко и мне неудобно на маленьком экране телефона производить серфинг смотреть что там написано я только могу немножко реагировать поэтому если вы хотите задать какой то вопрос задавайте пожалуйста его в письменном виде через фейсбук канал транспарсонального проекта я смогу его прочитать и ответить вам устно опять-таки письменно ответить не смогу потому что это достаточно медленно я буду отвечать и устно итак давайте перейдем к теме данного онлайн курса и данной конкретной трансляции системы эволюционной навигации ну она возникла естественно из моих многолетних попыток найти стоящие подходящие для меня духовные практики но первые поиски начались мне достаточно давно когда я был школьником ко мне попали в книгу тогда только что вышедшие книжки владимир леви книжки охота за мыслью его первые книжки искусство быть собой искусство быть другим они стали моими настольными книгами я штудировал читал делал все упражнения и они очень помогали мне закончить институт подготовиться к поступлению самостоятельно на физтех они стали моей йогой и конечно же я читал в то время и книжки по йоге доступны в советском союзе в основном это был были книжки вивекананда и книжки йога рамачираки мистера адкинса англичанина который выбрал себе этот псевдоним ничего стоящего конкретного тогда в общем то мне не попадалось в городе ярославль когда я стал студентом физтеха я познакомился с преподавателем философии подпольным философ как он себя называл юрий иванович куфтрев стал его учеником и и через него прикоснулся с реальной мировой философии шедеврами мировой философии ну и в списке тысячи первоисточников философии и психологии мне конечно попались книжки по психоанализу книжки юнга по аналитической психологии они тоже стимулировали мой поиск мое развитие работа над собой но и кроме того через юрий иванович куфтрева я получил индивидуальные наставления о том как развиваться в основном по философскому треку как избавляться ограничений и избавляться от тех клеток которых мы живем следующий стремительный это просто начался тогда когда в 1980 году я прочитал свою первую книжку грофа изданную в самиздате я получил ее от переводчика лидера московского трансперсонального круга контекст виталия николаевича михейкина эта книга меня потрясла я читал ее запоем по моему всю ночь пока не прочитал и утром я был уже другой человек графоман ну на самом деле эта книга открыла мне совершенно до этого неизвестные измерение роста я понял на каком глубоком уровне травмы рождения конкретно завязаны наши ограничения и гроф убедил меня в общем то что без перепроживания освобождения от этой травмы рождения невозможно расти развиваться интенсивно дальше и гроф открыл действительно новые горизонты и подпольный кружок трансперсональной психологии контекст стал моим домом на последующие 10 лет мы встречались много практиковали во время каждой встречи в среднем два раза в неделю часов по пять по шесть продолжались эти бдения у нас был свое свое сообщество людей мы все очень хорошо друг друга знали любили общались практиковали и в следующий очень важный этап произошел в девяносто втором году осенью я был в бурятии и в это время я получил свои первые буддийские посвящения от его святейшество 14 далай ламы тиндзин герццо так случилось что именно в это время когда я поехал в бурятия не знал об этом заряд заранее далай лама давал в ивлгинском дацане три важнейших буддийских учений я был там и получил все эти учения и в последующие годы я пытался практиковать то что я получила также другие тантрические практики которые я получил через передачу линию дандерона от дарма доди который передавал эти практики дальше тем кто присоединялся к линии беде дандавича дандерона все было здорово практики я получил пытался практиковать но все работало очень плохо и после многих лет я по моему 3-4 года практики достаточно интенсивной буддийской я с сожалением и стыдом видел что результатов нет практически никаких то есть изменения были на самом деле очень маленькие по сравнению с теми ожиданиями моими надеждами наконец в восемьдесят восьмом году ко мне попала случайно через одного петербургского ньюэйджера книга чергиала нам хай наргу беседы в конвее на английском языке я начал ее читать и не смог оторваться потому что в этой книге получил ответ на самые самые главные накопленные вопросы как из транспорциональной психологии так и из моих долгих безуспешных лет занятия тибетским буддизмом это было фантастично и я поделился этой книги со всеми друзьями друзьями буддистами друзьями транспорционологами книга произвела фурор во всех кругах и в девяностом году мне повезло в соединенных штатах попасть на учение на ретрит чё гела нам хай наргу в цель галгаре вместе с четырьмя другими россиянами и мы пригласили чё гела нам хай наргу в россию началась эра дзок чен и практик дзок чен это было совершенно другой уровень построение совсем другой истории с тибетским буддизмом но через несколько лет я обнаружил что и дзок чен не работает так как я надеялся моей жизни самые великие самые крутые практики не работали настолько хорошо насколько я надеялся и я постепенно обнаружил участвуя и все в международных семинарах под зок чен и в международных семинарах по другим традициям по индуизму по другим линиям тибетского буддизма по шаманизму что почему-то среди учеников великих просветленных учителей великих мастеров шаманов нет просветленных последователей по крайней мере как мне казалось и я безусловно не просветлен и другие талантливые безусловно талантливые последователи тоже является высокоразвитыми но не просветленными западными людьми и здесь я впал в глубокую печаль потому что я пришел к той обобщающей мысли что почему-то и эта трагедия нашего времени великолепной духовной практики которые потрясающие судя по текстам сохранившимся работали во времена будды во времена великих мастеров тибетского буддизма почитайте у этого учителя у этого учителя вот столько-то десятков учеников достигли реализации просветления и все они входят в линии передачи передавали свои учения свой дар просветления дальше 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 но потом что-то изменились и среди современных последователей великих просветленных мастеров почему-то нет просветленных учеников вот такая горькая глупая в чем-то отчаянию мысли навязчиво присутствует в моей жизни моем мире я стал думать почему это почему несмотря на то что христианство великой мировая традиция и безусловно были великие святые во все прошлые века в наше время этих святых почему-то нет почему нет просветленных последователей в традиции индуизма до сизма буддизма и постепенно но в качестве первоначальной гипотезы а потом все более и более обоснованной мысли ко мне пришло понимание того что мир то ведь изменился ведь мы живем в другом мире нежели последователи гоутам и будды они жили в основном в деревнях а мы живем в основном в мегаполисах мы мир стал глобальным существует интернет существует глобальное телевидение возможность быстро перелетать из одного места земли на другое место совершенно другой материальный мир совершенно другая коммуникация у нас есть смартфона который соединяет все совсем у нас другое другое понимание всего и вся и коль скоро изменился человек после коль скоро изменился мир нам требуется другие карты человека и другие карт 對 мне и соответственно требуется другие навигационные системы потому что изменились коренные идентификации Изменилась та система ограничений, с которыми работали духовные практики, духовные традиции в прежние века. Исторические времена 200, 500, 2000 лет назад. И поэтому нам нужно работать с другими ограничениями. Например, в наше время, и это сейчас уже общепринятое убеждение Экина Вилбера и многих других ведущих мастеров, оно стоит в том, что, например, современному духовному практику необходима психотерапия. Без нее невозможно духовное развитие. Избавлять нас от тех ограничений, которые связаны с нашей повседневной жизнью, с нашими отношениями прежде всего. Отношения с другими людьми – это главная причина, по которой люди обращаются, например, к психотерапевтам. И постепенно я стал понимать, что древние духовные традиции работали в основном с тремя мирами. Начиная с шаманизма. Ну, какова древнейшая карта мира, которую мы находим в шаманизме? Нижний мир, мир предков, мир традиции, мир бессознательного, так можно сказать. Средний мир, мир нормальной, общепринятой, дневной реальности, мир других людей, мир животных, мир наш, мир человеческий. И высший мир или мир духов. И та же самая карта мира присутствует в мировом язычестве. Мир ада, мир подземный, мир земной и мир богов. И та же самая карта мира присутствует в мировых духовных традициях. Нирмана Кая в буддизме, Самхога Кая и Дхарма Кая, например. Будда, Дхарма, Санха. Та же самая карта используется в современных гуманитарных традициях. Подсознание, сознание, сверхсознание. Дорациональное, рациональное, пост или сверхрациональное. И это является основой наших бытовых классификаций. Например, в каждом доме есть подвал, есть сам дом и есть чердак. И, по сути дела, духовные традиции представляют из собой навигационные карты, навигационные системы, связанные с этой древнейшей открытой трехчастной картой мира. И эта карта напрямую соотносится с нашим повседневным опытом переживания себя в мире. То есть каждый из нас в качестве первичного факта переживает себя. Я есть. И это я есть – это отправная точка всего и вся. Через себя мы воспринимаем других людей, через себя мы воспринимаем мир. В нас, естественно, присутствует вся наша жизнь, вся наша семья, все наши ограничения, все наши травмы, все наши возможности. И мы не можем воспринимать ничего, кроме как через себя. Второй аспект нашей человеческой ситуации – это весь мир, это не я. И третий аспект – это сущностное или высшее, божественное, духовное, трансперсональное в каждом из нас, преодолевающее ограничения я и не я и обнимающее все и вся, ну, как Бог, как Дух. Вот такая карта феноменологического переживания мира, которая напрямую соотносится с древнейшей шаманской картой мира. Ну, то есть не я соотносится с нижним миром, это весь мир закономерностей, причины, следствий. Я соотносится с средним человеческим миром, это наш внутренний мир прежде всего, то есть через который мы воспринимаем все, наше сознание, мы могли бы так сказать. И верхний мир – это духовное, трансперсональное, высшее, божественное в каждом из нас. И я обнаружил, что самое важное, первичное, минимально необходимое дополнение древней карты реальности состоит в том, чтобы добавить не только содержащийся в древней карте реальности единичный аспект, «я есть», например, относящийся к человеческому изберению, но добавить также множественный аспект. Есть «я» и есть другие такие же «я». И мы связаны со всеми другими людьми отношениями, и мы обнаруживаем, мы образуем многочисленные связи. И я другой человек, я и мой любимый человек, я и мои дети, я и мои родители, я и круг моих друзей, я и мои соратники, сотрудники, я и мои духовные братья и сестры. То есть мы образуем различные сообщества, и наши отношения фундаментальны. И это важнейшее измерение, которому не уделялось внимание в древних традициях, и это измерение играет колоссально важную роль в жизни каждого из нас. Ну, кроме того, в нижнем мире, помимо единичного аспекта, который коллеги с индивидуальным бессознательным, чрезвычайно важен множественный аспект, который на языке психологии мы могли бы назвать коллективной бессознательной. Множественность глубинных миров, множественность нижних миров, другими словами. И, наконец, верхний мир, помимо индивидуального, духовного, обладает также множественным, интерсубъективным, духовным, трансперсональным. Вот такая вот минимально необходимая карта мира для того, чтобы включить в него те аспекты, которые играют чрезвычайно важную роль в нынешней человеческой ситуации. Это, что называется, антология. Теперь перейдем к гносиологии. И эволюционная гносиология возникает из анализа нашего поиска ответов на самые важные вопросы. Ну, например, в чем смысл нашей жизни? В чем мое предназначение? Почему, откуда, как, когда и зачем возникла эта Вселенная? Откуда и зачем все? И, конечно же, мы могли бы определить сущность человека как «почемучик». Мы всегда и во всем спрашиваем себя. Мы с детства задаем вопросы. А это что такое? А это что такое? А это почему? А это зачем? И те, у кого есть маленькие дети, они живут в этом мире бесконечного вопрошания. Великий германский философ Майоркин Хайдгер задал вопрос о смысле задавания вопросов, то есть о смысле вопрошания. Что мы ищем? В чем смысл вопросов? И ответ очевидный. Ну, если вы спросите меня, сколько времени, а я в ответ на это ответ и 5 градусов мороза, наверное, это не то, что вы хотите знать, задавая этот вопрос. И это прямо показывает нам, что через вопросы мы ищем те или иные аспекты знания о том, как оно есть, то есть о реальности. И поэтому совокупность всего нашего вопрошания открывает очевидный факт, что мы все, мы все люди движемся, развиваемся, ищем путь к тому, как стать все более и более и более реальным. Вопросы открывает этот факт нашего эволюционного направления к реальности. И несмотря на то, что каждый из нас имеет свое личное предназначение, свой уникальный набор качеств, свою судьбу, свое тело, свое уникальное обстоятельство, способности, смысл, предназначение, у нас есть и общий смысл у всех людей, связанных с тем, что мы все развиваемся в направлении к тому, чтобы быть все более и более и более реальным. Вот как коротко мы могли бы определить смысл нашей общей эволюции. Ну и, конечно, на пути к этому развитию, к этой эволюции у нас есть масса препятствий. И наряду с теми древними препятствиями, которые очень хорошо описываются, они очень хорошо были найдены в древних традициях, в наше время существуют также еще дополнительные препятствия. Ну, древние препятствия к развитию связаны прежде всего со страстями или клешами в буддизме, с омрачениями, с негативными эмоциями. И важнейшие практики всех духовных традиций – это практики работы с этими страстями, которые ограничивают нас, и через которые мы теряем энергию, как бы сливая свою жизненную энергию в канализацию бессознательную. Работа с страстями – это ядро работы во всех духовных традициях и практиках. В наше время появилась еще одна колоссальная проблема. Она связана с интернетом, глобальным телевидением, глобальным медиапространством. Это медийное рабство, потому что большинство из нас считает реальным то, что медиа представляет нам в качестве реального. Телевизионные каналы, любые интернет-сайты, Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм и так далее, каналы, на которые мы подписаны, любимые блогеры – каждый представляет свою версию реальности, свой аспект реальности. И совокупное наше представление реальности очень сильно в наше время зависит от медиа. Медиа из-за месседжа, когда-то сказал великий теоретик, философ медиа Маршал Маклюэн. То есть коммуникативная среда и есть послание. И нам очень сложно, неимоверно сложно освободиться от власти медиа, не быть пристрастным. И это очевидно, если погулять по миру, по мировому виду, видно, что именно медиа навязывает большинство людей ту или иную, нередко прямо противоположную картину реальности. Именно медиа управляет нами. Поэтому преодоление медийного рабства, психогиена, эволюционера – это тоже важнейшая практика для каждого из нас. Ну, если обобщенно посмотреть на то, как понималась эволюция в мировой культуре, то, наверное, две наиболее важные эволюционные парадигмы связаны с условным Востоком и с условным Западом. На условном Востоке эволюция – это достижение окончательного единства с миром, то, что называется недвойственное состояние, просветление, все более и более и более недвойственное состояние с миром. На Западе эволюция – это движение по уровням развития, от низшего к все более и более и более высшему, уровню достижения высшего возможного уровня развития. Чемпион мира или Олимпийских игр, звезда фильмов или звезда телевидения, и академик, первооткрыватель, народный артист республики, лауреат премии Грэмми. То есть это всегда те или иные регалии, высшие достижения во всех областях жизни. И первым человеком, который объединил две великие карты, две великие антологии развития, был Кен Вилберг, которому удалось соединить уровневое и западное развитие и все более и более недвойственное состояние в восточных картах развития. Эта модель называется «Решетка Вилбера-Компсон». Многим из вас она хорошо известна. И если вы хотите свидетельствование самого Кена Вилбера на эту тему узнать, то на сайте трансперсонального проекта transpersonal.ru вы можете найти 20 моих телепрограмм у истоков. И в двух интервью с Кеном Вилбером мы детально обсуждаем эволюционную карту Кена Вилбера. Пожалуйста, можете там это посмотреть. Итак, вот это отправная точка системы эволюционной навигации, понимание того, что у нас есть общее направление, это направление к все большему и большему и большему становлению все более и более реальным. Я не буду вдаваться в отвлеченные философские дискуссии о том, что такое реальность. Это не предмет этого курса, но это всем нам интуитивно понятно. И вот с этой точки зрения движения к реальности, то есть реализации себя, мы можем рассматривать всю человеческую культуру, все главные человеческие практики, все главные инструменты познания мира, как прежде всего инструменты эволюции. Это было, наверное, моим самым важным открытием последних лет. Мне удалось убедить своих коллег и из Российской ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, и из Европейской трансперсональной ассоциации, Евротаз, и провести на эту тему инструменты эволюции конференцию Европейской трансперсональной ассоциации в Санкт-Петербурге в прошлом году. Материалы этой конференции выложены тоже в интернете, если вы хотите, вы можете посмотреть. И к этой конференции мне удалось закончить и показать сырую версию моего нового фильма «Инструменты эволюции». В этом фильме я представил все свои последние открытия о том, что такое эволюция и то, как мы можем развиваться в шести главных измерениях человеческой ситуации. И это не только мои открытия, мои откровения. В фильме я использую интервью с двадцатью одним мастером, каждый из которых является очень крупным, первостатейным экспертом в различных областях жизни. Ну, такими, как, например, Станислав Гроф, Кен Вилбер, Роберт Дилс, брат Дэвид Штейндл Раст, «Духовные традиции», Сергей Москалев, «Суфизм», «Погим Гимчок», «Мир игры», «Театральные практики» или, например, другие величайшие люди, например, Алекс Эллисон, Грей, «Живопись» и так далее. И сейчас уже было несколько пример этого фильма, и следующая запланированная большая премьера этого фильма будет 20 апреля вечером после окончания первого дня семинара «Арни и Эми Минделл» в Москве. 20 апреля с шести до восьмой вечера вы сможете посмотреть этот фильм в большом зале на хорошем экране. А 21 апреля, кстати, для всех участников семинара, тоже в вечернее время после окончания семинара, я покажу другой фильм «Тайна Карлоса Кастанеда». Бесплатно, пожалуйста, приходите. Но если у вас горит, и вам хочется посмотреть «Тайну Карлоса Кастанеда» в ближайшее время, тогда я приглашаю вас в Московский Дом художников в среду, на следующей неделе, на этой неделе, то есть через два дня, в эту среду в 17.00 на Кузнецкий мост, Дом 11, там во вторник открывается международная выставка визионерского искусства, visionary art, и в среду я покажу фильм «Тайна Карлоса Кастанеды», где активно используются картины художников-визионеров. Я расскажу о визионерском искусстве как эволюционной практике. Эволюционные практики – это основа системы эволюционной навигации. Сама система эволюционной навигации – это навигационная карта, навигационная система, которая показывает главные эволюционные практики в шести главных измерениях человеческой ситуации. Я даю представление о трех главных ускорителях или катализаторах эволюции в каждом из шести измерений человеческой ситуации и о трех главных эволюционных практиках. Этому посвящен, собственно говоря, весь онлайн-курс. Изложение системы эволюционной навигации и знакомство с главными эволюционными практиками. Их всего 18. И во всех домашних заданиях я как раз дам вам упражнения для домашней работы, чтобы вы могли постепенно, если вы грамотно, аккуратно, последовательно будете выполнять все упражнения, то очень скоро вы заметите поразительные результаты. Ваша жизнь станет эволюционной практикой, и вы сможете использовать все, что вы делаете, вашу работу, ваши отношения, вашу жизнь, ваши духовные практики, как инструменты эволюции, помогающие вам развиваться ускоренно. Вот каково будет содержание этого курса. В конденсированном художественном виде я изложил свои открытия и свои идеи в документальном фильме «Инструменты эволюции». Сейчас я ищу возможности показать этот фильм на телевидении, и поэтому, по крайней мере, в течение ближайшего года и этот фильм «Инструменты» в интернет выложены не будет. Я надеюсь сперва показать их в кинотеатрах и на мировом телевидении. Кстати, «Тайна Карлоса Кастанеды» будет показана в российских кинотеатрах, начиная с мая. Так что следите за объявлениями на сайте транспарсонального проекта и в нашем фейсбуке. Все желающие смогут посмотреть этот фильм в хорошем качестве и понять уникальность традиции Дону Хуана и уникальность мира Карлоса Кастанеды и также понять реальные секреты Карлоса Кастанеды, реальные секреты Дону Хуана, которые мне повезло открыть через экспертов, великих экспертов, друзей Кастанеды и через знаменитых учеников Карлоса Кастанеды, которые провели с ним много-много лет, от 10 до 15 лет вместе, в очень близких отношениях. Так что этот фильм действительно очень необычен, очень прям и очень авторитетен благодаря своим героям. И кроме того, и в этом фильме, и в фильме «Инструмент эволюции», ну я уже как последовательный эволюционер, «Я притворяю свои открытия в области развития человека». То есть они по сути по своей являются эволюционными фильмами. И Карлос Кастанеды, и «Инструмент эволюции», а также мой прежний ранний фильм «Танец бесконечности». Там все семена эволюционного кино уже тоже присутствуют. Но в двух последних фильмах это в более явном и более осознанном виде я уже работал. Так что я могу назвать себя уже с полным правом пионером эволюционного кино или режиссером эволюционного кино. Но я снимаю прежде всего фильмы о развитии, в эволюции. И надеюсь снять еще, если мне повезет найти продюсера, не менее 15 новых фильмов, над которыми я уже работаю, над сценариями. Мне кажется, мне лично, по крайней мере, это будет интересно. Я надеюсь, что это будет интересно и вам. Ну вот, наверное, все по поводу краткого представления того, что будет в этом онлайн-курсе. Я надеюсь, что он будет интересен и полезен всем людям, которые заинтересованы в своем личном интенсивном развитии, которые хотят вот так форсировать свое личное, прокачать свое собственное развитие, а также тех, кто хочет более успешно развивать свой бизнес, свои проекты. Все, что я открыл и то, что я называю системой эволюционной навигации, прямо применимы как практика и методы эволюционного коучинга для развития организации, для развития больших систем, для развития творческих проектов, для развития семьи, для развития отношений. И поэтому это, мне кажется, очень важно для всех людей, для современности. Ну и пятый онлайн-курс – это уже избранные 25 самых крутых, самых лучших эволюционных практик. Ну и первый эволюционный курс, который я буду преподавать – это «Путешествие героя. Новые горизонты». Я об этом уже немножко говорил. Это чрезвычайно важно. И мои счастливые студенты в Московском институте психоанализа уже имеют сжатую версию этого курса, а также сжатую версию другого онлайн-курса из этого цикла «Практики бесконечности, которые делают нас людьми», где я давал введение в 10 самых главных практик бесконечности и рассказывал, почему это так важно для всех современных людей. Так, сейчас я посмотрю, какие вопросы, для того, чтобы оперативно ответить на них. Так, одну минуточку, мне нужно найти мышку. А, вот она, я сейчас онлайн. Так, Иван Ермоленко спрашивает, как попасть на курс обучения, как практика. Мы из Ростова. Иван, это все онлайн-курсы будут, поэтому так же, как вы смотрите, через интернет будет трансляция, можно будет подписаться на онлайн-курс. Мы сделаем так, чтобы для всех желающих эти онлайн-курсы были не только способом получить новые важные знания, но также были защищены российскими официальными сертификатами и для тех, кто пройдет всю программу дипломами о дополнительном образовании, от авторитетных российских институтов. Так что это будет также одновременно и защищено необходимыми бумагами и дипломами, которые признаются в России. Так, спасибо, да, крутой режиссер. Ну, что-то у меня тут получилось. Я никогда не хотел быть ни издателем, ни кинорежиссером, но так получилось, что вот я вынужден был стать издателем и уже издал более ста книг на настоящий момент. Кстати, те, кто будет на семинаре Арни и Эми Минделла, вы первыми сможете приобрести три новые никогда не издававшиеся книжки Минделла. Две последние книжки Минделла, конфликты, и второй тренинг лидера, и книжку Эми Минделл «Сновидение как источник творчества». Так что прошу, приглашаю вас на этот уникальный семинар. Минделлы приезжали последний раз в 2015 году. Через четыре года, несмотря на то, что я звал их постоянно, они только смогли приехать. И, возможно, в следующий раз будет тоже через очень долгий срок. Они уже не молоды, и поэтому, ну, сами понимаете, что это редкий шанс. Я всегда говорю, что учиться лучше всего у мастеров. Да, и это, безусловно, основатели направления процессуальной работы, и великие мастера, и потрясающие учителя и люди. Не пожалеете. Так, есть ли еще ко мне какие-то вопросы, дорогие мои? Да, я вижу. Спасибо, я тоже вас всех очень люблю. Сердечки, рукопожатия. Все ли нормально? Дайте мне знак в Инстаграме тоже. Кто-то меня слышит. Как-нибудь помашите мне ручкой, что там все в порядке, все идет. Прямой эфир. Все нормально? Есть ли трансляция? Хорошо. Спасибо вам всем. На этом мы заканчиваем эту трансляцию. Она также будет выложена на сайте транспарсонального проекта в Фейсбуке, так что вы сможете как-то дальше ей поделиться, порекомендовать тем людям, с которым вы хотели бы. Всего вам доброго. Счастливо, до свидания.